Украинская тема, вопрос, который пришел через соцсети ВКонтакте. Украина шумно отметила начало действия безвизового режима с Европы. Президент Порошенко назвал это окончательным прощанием с Российской империей. После этого прочитал стихи Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия. Страна рабов, страна господ». Вы не хотите ему ответить? Нет, я не видел его выступления на этот счет. Но мне вчера рассказали об этом, не буду скрывать, вечером мне об этом сказали. Действительно, Петр Алексеевич посчитал возможным прочитать это четверостишье Михаила Лермонтова. «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы мундиры голубые, и ты им преданный народ». Петр Алексеевич, наверное, да, во-первых, это говорит о том, что он знает русскую классику, интересуется русской литературой. За это похвалю. Но это стихотворение не заканчивается таким образом. Там есть вторая часть. Она звучит так. «Быть может, за стеной Кавказа укроюсь от твоих пашей, от их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей». Михаил Лермонтов был человеком прогрессивным, он хотел улучшения внутренней политической ситуации в России, его душила та обстановка, которая сложилась на тот момент в России. Он говорил об этом прямо. Но, во-первых, Михаил Юрьевич Лермонтов написал эти стихи, если это был он, то он написал эти стихи в 1841-1842 году примерно, дай Бог памяти, примерно. Когда ехал на Кавказ в действующую армию, он был офицер и защищал интересы своего отечества. Был храбрый офицер. Далее. В этот момент области, которые сегодня считаются Украиной, они были просто областями России. И если президент сегодняшней Украины говорит о том, что он куда-то уезжает, то Лермонтов говорил обо всей России, включая и те области, которые сегодня Украиной называются. Так что здесь особенно нос нечего задирать. Далее. Лермонтов ехал в действующую армию на Кавказ, которая в это время была частью Российской империи. Он переезжал как бы из одной части, из Петербурга или из своей родины, в другую часть Российской империи. Он никуда не уезжал на самом-то деле. Может быть, Пётр Алексеевич таким образом подаёт нам сигнал, что он тоже никуда не собирается. Он делает это тонко так, с оглядкой на ура патриотов, и на настоящих националистов, придурков, которые бегают со свастикой. Но нам говорит, ребята, у меня там и интересы в России есть, и я вообще-то на самом деле никого не собираюсь. Может быть и так. Но, конечно, это только предположение смелое. На самом деле, скорее всего, Пётр Алексеевич хотел показать своим избирателям, что он выполняет данные обещания, делает выбор цивилизационный, как сейчас говорят в руководстве Украины, цивилизационный выбор, ведёт страну в Европу. Кстати говоря, помните, и вы мундиры голубые, и ты им преданный народ. Кстати говоря, голубых мундиров туда, куда он собирается, там этих голубых мундиров больше, чем у нас. И пусть он не расслабляется особенно, то как бы что ни случилось. Пусть внимательно поглядывает по сторонам. Кстати, при этом хочу сказать, что мы против этих ребят ничего не имеем. Я хочу сказать, мы и против вас ничего не имеем. Совет вам да любовь, но и удачи, особенно с новобранцами. Что касается сути проблемы. Вы знаете, у нас несколько лет назад в связи с падением доходов населения, о чём мы говорим откровенно, у нас средний уровень заработной платы, если не переводить сейчас гривну в рубли и назад, от доллара плясать, у нас было где-то 540 примерно долларов в месяц получалось. Столько же примерно было и на Украине. Это где-то 450, 457, 460 долларов в месяц в среднем люди зарабатывали. У нас сейчас тоже не ахти как, но всё-таки подросло на апреле этого года 624 доллара в месяц среднее. А там, на Украине, 251 доллара стало. При этом газ вырос как минимум в три раза, а для населения ещё больше. Значит, горячая и холодная вода выросли, соответственно, по 200 процентов каждый. Пенсии упали на минус 45 процентов. Так что, что касается санитарных соображений, если так дело дальше пойдёт, то у многих людей на Украине могут возникнуть вопросы гигиенического характера. Понимаете, там насчёт кто там умывается, где и сколько, это вопрос будет большой. И, конечно, вы знаете, и в нашей литературе, и в украинской можно было бы найти много таких вот примеров, ярких и жёстких, и можно было бы ответить, Пётр Алексеевич, но я не буду этого делать. Из уважения к украинскому народу, из уважения к нашей общей истории, к нашей общей вере. Вот если кто-то хочет быть европейцем, счета сначала пусть свои закроют в офшорных зонах, а потом говорит о благе народа. В этой связи я сейчас вспоминаю только одно. Это я не воспроизводу точно, дословно, но смысл передам почти один в один. Тарас Шевченко ещё почти 170 лет назад сказал, «Доборолась Украина до самого края, и хуже ляхов распинают её свои собственные дети». Надеюсь, что когда-то этот период в жизни и в истории Украины и украинского народа закончится. Продолжение следует...